привет друзья это новосибирск это тимур ханов и пока еще времени наступило а время наступит когда заиграет наши новосибирские куранты маленький кусочек рекламы немножко рекламы о рекламу ножка потом ну что началось сейчас будем говорить про новости а реклама потом я насчет продажности моего канала моих новостей поговорим после я люблю люблю мой милый город мой новосибирск родной поется в известной теперь песенки которая каждый полдень каждый полдень звучит здесь на площади лейна и может быть по полдням буду я выходить со своими новостями если вам это интересно можно купить новости и но только не до выхода или какие-то другие мои материалы не до выхода после то есть вы сможете если хотите внести свой вклад посильный или не посильный в работу нашего канала моего канала ну ладно а теперь вот смотрите вот там у нас расположена мэрия города новосибирска мэрия новосибирска а также городской совет депутатов и вот вчера два депутата выясняли отношения в суде коммунист и единорос из из кпрф и единой россии два коммуниста один на другого обиделся коммунист на сессии что-то сказал неприятное для представителя правящей партии тот обиделся подал жалобу в комиссию по этике то у них так называется она настолько этично что в ней при столько представители одной партии поэтому коммуниста они осудили из заставили извиниться но коммунист извиняться не стал и тогда обиженный подал в суд но суд проиграл потому что суд в словах коммунисты на уминка как он утверждает не нашел состава преступления в виде клеветы вот то есть за базаром все она надо следить потому что сегодня суд решает так а завтра у нас все-таки бывает что суды зависят от обстановки ну так они должны учитывать все в нашей жизни как и положено другие новости что касается слов и правды не знаю как сказал ли на уминка правду про коммуниста лямин окажется его фамилия но другого рода правда есть такой журнал воздаваемый то ли в новосибирском государственном институте университете извините то ли при нем называется юж и вот сообщили что из сети в контакт удалили один из номеров этого электронного журнала из-за того что там вроде бы по кто-то сказал редактору что там похоже на признаки гей пропаганды вот так потом говорили кто пошли разговоры что нет не пугали но нет предупреждали короче на всякий случай удалили мало ли что а то вдруг потом какая будет погода хорошая или плохая как суд решит неизвестно наперед будь поосторожнее другой коммунист в туве не просто коммунист руководитель местных коммунистов подал на одну из активистки социальных сетей жалобу в правоохранительные органы он сообщил что она плохо пишет про тувинскую республику и женщину задержали стали выяснять дальше продолжение истории не знаю может быть она еще не закончилась найдете если вам интересно она просто потому что она плохо говорила хорошего новостей не нашла тоже наверно надо следить за базаром а кто-нибудь коммунистическим или по иным традициям поймет подумать что это есть клевета на общественный строй такой статьи по формулировке нет но по сути теперь по за некоторые слова за некоторые посты у нас могут осудить даже в тюрьму посадить вот на днях недавно подтвердили приговор какого-то мужику на востоке дали семь лет вот так вот за слова но там что-то он к терроризму призывал это нехорошо но 7 лет это порой за убийство дают ну да бог с ними а мы сейчас с вами спрашиваем людей по поводу того надо ли фильтровать базар помните было советское время а кто не помнит я напомню было такое выражение это не телефонный разговор то есть имелось ввиду что либо не то чтобы разговор слишком длинный или слишком сложный а то что телефон может быть может подслушиваться и поэтому лучше поговорить тет-а-тет лучше тихонечко на кухне включив воду или душ давайте поспрашиваем людей что такое не телефонный разговор здравствуйте меня тимур хана зовут я опросы новосибирске делаю помните ли вы что значит выражение не телефонный разговор когда говорят что это не телефонный разговор тогда наверное хотят что-то скрыть а чтобы вы вот есть темы которые бы вы не хотели обсуждать по телефону да пожалуй уже нет в своем замечательном возрасте я не пойду что да я разговариваю только с дочкой и с родственниками в кемеровской области и все как ваше самочувствие нормально спасибо заблудился маленько а что вы подсказать вот с дочкой мы все время ходим в театр она мне конечно как театр пяти да нет театр понятно а вот как как обратно мне ехать а куда вам я пойду сейчас вам куда-куда мне надо в сторону барахолки восточный бомжка восточный ну вы пройдите вот там остановка вот я так и подумал вот там а я уселась я на ленина сюда когда ехала вот за облпотребсоюза книжечку купила очень рада а выбраться отсюда вот там за за зданием там чуть дальше остановка да спасибо по этой стороне здравствуйте извините пожалуйста меня тимур хана зовут я опросы новосибирский провозор скажите меня зовут павел очень приятно о здорово привет павел как вы понимаете выражение не телефонный разговор то есть люди просто не хотят чтобы их слушать кто-то третий да то да кто-то со стателек он вас прослушиваться ну либо либо человек хочет как-то передать свои свои внутренние эмоции напрямую независимости от телефона бывает что вы кому-то говорили фону может кто-то подумать а потом сказать а вживую ты раскусишь человек а вот мы с вами сейчас живую разговариваю бывает так что вы говорите кому-то это не телефонный разговор обсудим это позже добавить а какие темы я я предпочитаю более живое общение но не отрицаю то что эволюция помогла человек помогла человеку хорошо правильно помогла в том плане что можно позвонить другу с камчатки вне зависимости от расстояния и тогда уже любые темы спасибо вам все добро да не за что так вот вот человек так пошел в другой дом то пойдемте по моей обычно прорвожу опросы на улице ленина то есть неплохая и солнце не так лупит в этот новосибирский полголь о известные люди новосибирске стоят добрый день извините пожалуйста меня тимур ханова зовут я опросы в новосибирске делаю мы с вами когда-то были знакомы я хожу людей спрашиваю как вы думаете что означает выражение не телефонный разговор как вы можете это сказать а просто подумать а надо подумать что запишут запишут как вы думаете сейчас разговор не по телефону очевидно вы пользуетесь такой фразы вы когда-нибудь говорите вот сейчас в этом наше время это не телефонный разговор это касалось может быть каких-то момент которые для широкого круга это кто-то более-менее узкого какие-то факты какая-то это уже есть отслеживать если отслеживать могут это использовать потому что отслеживать по телефону очки попал долгодина сейчас же понятно спасибо здравствуйте извините пожалуйста меня зовут тимур ханов я провожу опросы в новосибирске как вы понимаете выражение это не телефонный разговор слышали такое что это может значить но вы не так не говорите никому это не телефонный разговор понятно спасти здравствуйте извините пожалуйста меня тимур ханов зовут ли опросы в новосибирске делаю как вы думаете что означает выражение это не телефонный разговор что-то лично к официально а почему не телефонный то есть вы полагаете что два смогут прослушать давай что у вас тут записи юрий добрый день как вы вам без дела все замечательно смотрите я даже рекламку немножко сделать вы пользуетесь этим выражением в разговоры стоит нет нет необходимости что мессенджер им пользуюсь сообщение а я позвоню то есть когда вам нужно сообщить что-нибудь конфиденциальное он лично встречать ясно бывают конфиденциальные темы всего доброго спасибо добрый день извините пожалуйста меня тимур ханов зовут я просто в новосибирске провожу как вы понимаете выражение это не телефонный разговор не телефонный разговор ну значит получается разговор должен происходить с глаз на глаз а почему не телефонный серьезный разговор мало ли имеется ввиду кто-то может послушать то есть вы не исключаете что телефон может послушаться запросто бывает что вы как кому-то говорить это не телефонный разговор не припомню такого то есть у вас пока нет чего нечего скрывать но допускаете что может появиться такой вот такой возможно в жизни всякое бывает понятно спасибо вам все доброе все доброе ума воробей какой смелый а здравствуйте извините пожалуйста меня тимур ханов зовут я опросы в новосибирске делаю как вы понимаете выражение это не телефонный разговор есть вещи которые лучше приличного общения действительно какого рода вещи для меня например это вещи чисто психологического плана когда я вижу собеседника лучше его понимаю а лучше в глаза да то есть это не потому что вы чего-то боитесь нет нет даже голову не пришло то есть помните в советское время бывало такое что мы опасались что это не телефонный разговор а сейчас так и таких нет тем как вы думаете который лучше говорить этот наверное есть все таки но вы не служите но я не пользуюсь я не радикал ни коем случае понятно спасибо всего доброго здравствуйте извините пожалуйста на тимур ханов зовут я опросы в новосибирске делаю как вы думаете что может означать выражение это не телефонный разговор а почему надо его скрывать ну какая тема может быть которую не желательно по телефону обсуждать да любая вот как бывает что вы пользуетесь этим выражением бывает это какие-то личные темы или какая-то серьезная политика если секрет личные личные да понятно спасибо здравствуйте извините пожалуйста меня тимур ханова зовут я опросы в новосибирске провожу как вы думаете что может означать выражение это не телефонный разговор все что угодно вот как бывает что вы слышите или употребляете это выражение нет никак не но можете представить что это возникнет необходимость да какие темы могут оказаться такими закрытыми как вы думаете у каждого своя тема понятно спасибо я говорю вы как раз не спешите делиться подробностями ну и правильно здравствуйте извините пожалуйста меня тимур ханов зовут меня зовут тимур ханов я провожу опросы в новосибирске как вы думаете что может означать выражение это не телефонный разговор не знаю я такую фразу не использую и не часто слышал не знаю скрывает что-то а вам нечего скрывать насчет чего ну по телефону вы говорите свободно на любые темы мне как честного человека скрывать нечего понятно спасибо те кто спайсами торгует наверное такое используют или там я не знаю темные делишки делают а так ну понятное дело то что честному человеку скрывать нечего да ну лучше так жить ну так будет жить бедно но зато это спокойно ну телефонные звонки звонки в квартиру там не будут беспокоить а так можно жить честно но вопрос заключается в том а зачем ну а так наверное все из советского союза так или иначе все равно живем в советском союзе и базар фильтруем да не ну в гибельской власти что тут происходит то в последнее время поэтому ну допускаете что может так возникнуть тема ну да а закон яровой ну я не знаю получится не получится но наверное люди те кто что-то либо подозревают либо что-то скрывает а так ну лучше жить честно как это у вас такой у вас использовать это выражение нет необходимости я с пальцами не торгую темные делишки не делаю живу и политику не обсуждаю не обсуждаю а политикой по-моему должен заниматься каждый значит политика будет заниматься им понятно спасибо вам эти слова сказать но нашелся человек который думает примерно так же чтобы политика не занималась вами безмолвно вы можете подготовить свои вопросы и задать их исполняющим обязанности губернатора травнику я с ним договорился что он ответит в прямом эфире на те вопросы которые мы соберем в интернете поэтому присылайте мне ваши вопросы пишите в группу мнение новосибирска в фейсбуке я наверное сегодня сделаю и в других сетях сбор вопросов мы в ближайшие дни проголосуем какие вопросы самые интересные и зададим их кандидатам губернаторы начиная с травникова он первый согласился теперь насчет продажности ребята этот эфир бесплатный то есть я за него никому не плачу и мне никто не платит так что если вы считаете что это неправильно то выскажите свое мнение можно рублями а можно словами я все равно буду делать то что мне интересно и показывать вам то что интересно в Новосибирске в том числе новосибирские новости по полдням если будут темы всего вам доброго спасибо ваш Тимур Ханов из Новосибирска